В России у водителей, пойманных на пьяном вождении, могут начать забирать автомобили. С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел и направило в Государственную Думу предложение законодательных изменений. За что конкретно хотят конфисковать автомобили, публично не объявлено. Сейчас же за езду в состоянии алкогольного опьянения водителей наказывают лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года перетекает в разряд уголовных и грозит горе-водителю лишением прав на три года и штрафом до 300 тысяч рублей, а также лишением свободы до двух лет. Ассоциация Евронкап провела краш-тесты нескольких новинок, которые либо уже продаются на российском рынке, либо появятся здесь очень скоро. Среди них долгожданный электромобиль Audi e-tron и компактный кроссовер Lexus UX. Обе модели получили максимальную отметку – 5 звезд, хоть и не обошлось без нареканий жюри. Безопасность водителя и взрослых пассажиров Audi оценили в 91%, детей – в 85%, пешеходов – еще меньше, на 71%. Электронные системы безопасности заработали 76%. Эксперты выявили слабую степень защищенности грудной клетки водителя при боковом столкновении со столбом со скоростью 32 км в час. Кроме того, отмечена низкая эффективность системы контроля максимальной скорости. Аналогичные нарекания вызвала у специалистов система соблюдения рядности движения кроссовера Lexus UX. Но тесты систем активной безопасности проходили в сырую погоду, а в целом у модели оценки отличные. За защиту взрослых Lexus заслужил 96%, детей – 85%, пешеходов – 82%, а за устройство безопасности – 77%. 的是 256%, в целом у WarfordBlists, 21% и программуahl watched ONG в 110% иปр kuinш solveatter барабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб. Горкоп мощностät徒 ימ